добрый день сейчас не то что очень популярны не так как раньше но однако смотришь здесь вывески йога еще что с йогой связано короче там упражнения и зарядка там для похудения того ну короче йога 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 это не есть какой-то комплекс упражнений это не какие-то восточные упражнения йога это часть восточного культа то есть часть религии это не просто таки тут просто и зарядка для здоровья как мы получим точнее нас будет учит что наши болезни это плоды наших грехов а так оно и есть то что если мы с богом и живет добровольно живем по воле бога источника жизни то мы приобщаемся к источнику жизни мы соответственно мало болеем я уж не говорю не болею то что так то грех есть но мы мало болеем и чем ближе богу тем меньше были и наоборот чем дальше от бога от источника жизни тем естественно ближе к источнику смерти источнику болезни также и другие религии это примерно понимают единственное что в каждой религии бог понимается по-своему не то что один бог по-своему но в разных местах и разные боги а точнее истинная вера истинного бога так где человек ищет бога а бог пришел к человеку это у нас мы до бога ищем ждали ждем он пришел иисус христос сын божий и сейчас регулярно приходит дух святой сходит в храме в таинствах в испании в причастии в крещении мир помазали в собору не венчане дух святой там постоянный контакт с богом мы можем иметь если человек ищет бога там где бог не пришел допустим то в том же исламе в иудаизме неудейство в иудаизме иудейство это вера которая ждала христа дождалась и стала христианами иудаизм это та вера которая не приняла христа вот там буддизме там неважно не хоть там уже язычестве там люди да тоже ищут бога но человек сам бога найти не может точно так же как ну я всегда такой дурацкий пример проживу покажите 100 до одного градуса там до одной секунды альфа центавра такой точно даже киев никто не покажет где находится пальцем также человек будет сказать бог дьявол свою сторону ведет всегда тоже не хочет это где бог пришел там и там и бог есть истина я он не пришел качество не как-то с мусульманом приходился они к а как же этот момент сказал нет бога кроме бога и могли магомед пророк его они сами ответили на свой вопрос магомед пророк во небо иисус христос бог сын божий дух святой бог магомед человек пророк это человек который до более верующий там все такое но он человек а люди ошибаются любые год здоровье поэтому под богом в разной вере подругаться разные как сказать инстанции или субстанции например не будем говорить о других верах как который называть традиционными одних отвечу только словами евангелие кто не чтит сына тут не чтит и отца у нас речь об йоге йога это часть индуизма что такое индуизм это весьма интересная вера в которой в принципе бога то и нету точнее если так копнуть бога если копнуть иду из это глубоко изучить там кажется так мудро написано супер мудро красиво очень сложно причем надо иметь не тоже логику надо еще быть объемное мышление сейчас не всем это дано сейчас уже у людей с логикой проблема а это еще надо иметь объемный мышление чтобы это понимать но ты изучишь там долго к этому ведется красивый но приводится к чему бог это я и ставут коротко конспективно так вот квинтэссенция бог это я все а кто первый сказал я бог сатана себя богом тоже бог он один два бога быть не может они злибу дьяволу и две истины быть не может отдать и быть ночью и две жизни стоит два источника жизни быть не можно не будет смертью поэтому всякий человек кто занимается индуизм так он идет по пути сатана я бог йога это путь к осознанию того что яму это разные степени помочь тебе 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 понятного больше скажи нормально чтоб ты бог пошел ты живут любовь ты был ну какой я бог я грешный я болею то есть 5 10 вот чтобы в это поверить надо нашу психику повернуть психику немножко и надо не болеть не болеть одно дело вести праведный образ жизни исповедоваться причащаться собору это то чтобы он так они болеть без бога может только одним путем забирая энергию у других в индуизме это называется ну в одних местах назад паразитация вампиризм в индуизме это называется подключиться к пране какой-то такой объем энергии или там есть еще энергия энергоинформационное поле это поле дьявола это поле той информации который дьявол выкачивает и поле энергии который делал выкачет с нас с помощью наших грехов тоже грех душу разрушает и вот они подключаются так но любая йога нам пытается повернуть психику и довольно успешно поворачивать кстати йога там их разное использует разным течение есть йоги для каждого типа людей различные виды йоги например для людей там физического труда или те кто упражнение кто желает на тем хатха йога для людей которые там науку верит пожалуйста джнана йога для людей которые там чувствуют долго у них развита сильно ответственные люди пожалуйста карма йога для ликота мудрость раджа йога и так далее а для искусства пожалуйста тоже есть бхавки йога а как же все учтено на все случаи жизни пожалуйста только зарезай исходи с ума потихоньку для женщин в самой ценным хатха йога что хочешь похудеть то есть йога тело хоть похудеть дать тебе хатха йога хочет потолстеть тоже хатха йога хоть забеременеть хатха йога хочешь не рожать тоже хатха йога наши случаи жизнь бери но она к чему приводит что хочет начинать себя кем-то не сразу бог я не сразу бог это я это часахам скажет гуру на какой-то там выше точки до этого никто не доходит в наше время тоже сидите эти гуру который там их лучше там они тоже далеки от верховных посвящений но однако путь один путь или крыша едет ради какой-то куда вы и ради всего прочего я не знаю как современные мужчины молодые мужчины допустим вот в наш молодость так на худых вообще не смотрели и смеялись над ними но я чтобы познали что к чему так вот любая йога это так или иначе и встать на путь бог это я это путь сатанизма это и нарушение будет пустить то что бог это совершенство бог это целостность значит все что с делом это распад это дисгармония это нарушение может быть там тело и не будет болеть не знаю но душа будет болеть точно и что мы видим из практики уже моей священческой у людей крыша едет у людей депрессии страшные рассеянность большая суетливость совесть теряют ноги и так далее поэтому не надо увлекаться разными и прежде чем куда-то пойти куда-то записаться на какой-то там тренинг или что на что-то надо да лучше прийти у священника спросить нужно ли это если я отчетный где стал человек не понимать да придем пасе хуже не скажу плохой не посоветует поэтому кто записался кто ходит советую пока не поздно думать то что это путь не к богу и не то что от бога это путь к дьяволу не дай бог никому всего и и и и и